Совестный такой. Совестный. Хотите бы собаку. Смотрите. Яся. Яша. Яша. Куда полез? Кто разрешал? Смотри. Подстрели, побрыли, намыли. Так, сиди давай. Несовестно. Непослушно. Команда, сидите ждать. Покажи ребятам. Петюля. О, а петюля какая. Что делаешь? Мужа жду на заправке. Сейчас вот на депиляции была. А, и маечка еще у нас. Вот она. Посмотрите. Красная курточка. Красный бантик. Ой, красавица собаки. А то. Какая фирма шапки. Да, я не знаю. Сто лет назад их брали. Вот у Женьки осталось. У меня такая же балакота потерялась. Привет, Белгород. Похудела сильно. Ну да, уже хорошо скинула. Вот. Надо еще. Еще худеть надо. Зачем мама помогает. Пока не помогает. Мама уехала в Луганск по обстоятельствам. Он уже уехал. Старо приедет. По делам. Вот. Александра, вы умеете все успеваете. Он, наверное, помогает маме. Нет. Мама сейчас уехала в Луганск по делам. Бабушке нужна помощь. Вот. И муж помогает. Муж помогает сама. Только так. Сейчас была на депиляции, девчонки, вот после родов. Я забыла, что я, оказывается, была. Представляете? Вот. Я не знаю. Как-то вот у меня внутри какое-то такое сознание было, что я иду на каторгу какую-то, на боль, аску. Что мне не надо идти на эту депиляцию. Надо потерпеть. А как потерпеть? А что? И в таком виде же ходить тоже неприкольно, да? Вот. Но в итоге я переборола свой страх. Вот сейчас пошла. И нормально. Больше боялась, если честно. Ну, признаюсь. Да что на мая рычишь? Вот. Здравствуйте. Уральск в Казахстане. Это что такое за вопрос? У нас. На сколько походило? Да не знаю сколько уж. Но хорошо походило. Что-то малая, что-то. Опять таксисты. Опять таксисты. Ноги делала, подмышки там, что-то. А где малышка там в коляске? Вообще, я вам так, девочки, спрашиваю. Вы спросили там, кто помогает, не помогает. Кроме мужа, вам никто ничего не должен и не обязан помогать. Если вы там забеременели, рожаете и надеетесь на то, что ваши мамы подкинутся и будут целыми днями сидеть с вашим ребенком, вы глубоко ошибаетесь. Глубоко. Мама может действительно где-то посидеть, пока вы там в кино съездите или там куда-то в ресторан, хоть немножко там развеется. Но это буквально 3-4 часа. Но это видно все равно. Да. Но у нас это было всего один раз, поэтому мы надеемся полностью и целиком друг на друга. Да, мы просто маму не дергаем. Вообще не дергаем. Она работает, и поэтому что одно, что второе. То есть, если сильно надо, я, конечно, там скажу маме, мам, давай-ка. Вот. Но я просто точно знаю, что когда я буду бабушкой, дай бог, у меня это получится, я буду все равно своим детям помогать. То есть, так же моя мама, когда есть возможность, всегда говорит, ну что, когда помочь, там, чем всегда рада. У меня, если бы не работала мама, она просто посидела бы нянечкой целыми днями. Не надо нам маму целый день дома. Чего это маму не надо? Потому что не надо. Зачем? У нас своя семья. А как куда-то выехать недавно? Вот бы мамочку сейчас. Я тебе правильно, я тебе об этом и говорю, что единоразовые акции, они приветствуются. Нет, подожди. А сидеть дома целый день моей маме или твоей, мне такое не надо. Слава богу, что есть работа у нас. Понятное дело, что никто так не будет. Но если мне надо будет, когда я буду на работу, да, уже полноценно, то если надо будет, мама будет сидеть. На работу. Видимо, Женя не очень любит твою маму. Да я люблю маму. Ну вот я не могу понять, что в голове вообще такое-то, что думать. Я не знаю, это девочки, вы же умные там сидите. В этой дурынде объясните, о чем Кузин говорит. Что родители не должны с детьми женить своими. Родители вообще, общение с родителями должно быть минимизировано. Минимизировано. Когда вы рожаете детей, это только ваши заботы и проблемы. Вы как попугайчики-неразлучники. Да. Да. А кто должен помогать? Ну мы не, вот ты говоришь, минимизируем, но мы ни с кем не минимизируем отношения с родителями. Я имею в виду, Саш, в том плане, что мы каждый день не видимся с родителями. А каждый день? Бывает раз в неделю увидимся, понимаешь? То есть, ну, да все должно быть в меру, ребят. Железная ледя, а то. У Жени был опыт негативный. Не было у него никакого опыта. Да при чем здесь это, блядь? Ну вот вы такие... Не беспокойтесь, при чем здесь Женя? Девочки. Не любит Александру. Подождите, этот, вы знаете, вы такие умные девочки там сидите. Ну впустите, блядь, маму своего мужа, своего парня, впустите. Вы через три дня завоете волком, понимаете, и вы будете злейшими врагами. Не надо, еще раз повторяю. Любовь между родителями и детьми крепка на расстоянии. Крепка на расстоянии. Это не мой опыт, о котором вы говорите. Это житейский опыт. Это доказано каждой, мать его, парой, живущей в нашей стране. Каждой. Но я рад тому, что у нас Сашина мама живет рядом с нами. И она реально, если нам нужно куда-то что-то, хотя мы стараемся ее не дергать. Это было один раз всего. Но она всегда приедет и никогда нам не откажет. Моя, к сожалению, далеко. Она тоже рядом была. Была бы рядом, помогала. И она такая тоже всегда позвонит, как дела и что, и чем помочь рада. То есть у нас в этом плане вообще отлично. То есть мамы такие, ну, помочь, да ради бога, присыкачь. Просто мы их не трогаем. Любит, ну, любит, ну, любит. Я не могу понять, это малолетки, что ли, подписаны какие-то. Так, я тебя просто здесь хочу выпустить с дочкой, потому что идет дождь, и с собаками, и с ребенком под дождем это будет. А я пойду машину ставить. Саша не любит маму Жень. Ха-ха-ха. Дебилы. Да не, они уже угорают. Угорают уже сами. Мама, как моя, и муж мой доволен моей мамой. Ну, вот у нас то же самое. Это очень круто. Конечно, доволен. И когда вот муж мой, допустим, с мамой, они вот как сын с мамой, да, или там как друзья, это очень круто. Блин, почитаю, целый день в глаз попадает. Ну, да, на секунду. Здорово. Родители вас вырастили, а вы своих детей растите. Вот я об этом и говорю. Господи, слава Богу, умный. Я про это, я это и хочу донести, что когда вы рожаете, не надейтесь на помощь своих мам и родителей. Не надейтесь, надейтесь только на себя. Я про это и говорю. Но все равно оставляйте. Блядь, а ну, чуха, чуха, ты чуха. Все равно оставлять своих детей на бабушек все равно тоже нужно. Потому что самим родителям тоже выдохнуть нужно куда-то съездить, сходить. Ну, еще раз повторяю, да. Это правильно. Абсолютно, абсолютно верно. Иногда, конечно, это необходимо, но это должно быть, ну, максимум, два раза в месяц. Максимум. Да нет. Я просто знаю пары, которые, знаете, там родили, и там у них куча нянь, у них там бабушки, дедушки. И они вообще там, знаете, чуть ли у них, блядь, их дети даже не узнают порой. Понимаете, они к нянь, к няням бегут и к мамам с бабушками, а к ним, а мимо них просто. А вот, поэтому надо воспитывать самим. Если вы хотите, чтобы выросло что-то правильное, рожаем, все верно. Не надо надеяться на кого, вы же не для них родители. Вот я об этом и говорю. Вот об этом я и говорил в самом начале. Нет, ну у меня мама такая, что я всегда могу на нее понадеяться. Вы начинаете, вы начинаете писать, что я там кого-то не люблю или люблю. Мы же сейчас не о любви говорим, что за глупости. Давайте вырастайте, давайте, малолеточки. Вырастайте, подтягивайтесь ей. Набирайте житейского опыта. Вот когда некрасивый, ухоженный. Вот покажи. Смотри какой. Сиди. Позвольте на него. Вот как этого мальчишку можно не любить, а? А вот эта пизда, слушай, не вот она. Жизнь, ну почему так не собака? Короче, у нас, господи, смотри, я глаз натянули, а ну, поверь, боже мой. Ой. Видели? Яси, яси. Вот такая, короче, у нас семейка. Вот они. Две собаки, жена, дочка и я. И просто женю. И просто женю. Так, Ярша, сиди ровно уже. Ладно, все, давайте жену буду сейчас выгружать. У нас бабушка забирает детей каждый выходной. Для этого нам отдохнуть и заняться с вами делать. Ну, круто, ребят, круто, молодцы. Этот, все, всем пока, берегите себя. И если вы хотите, чтобы у вас были дети, забудьте. Дорогу в аптеку. Никакой безопасности. Просто. Вперед и в путь. И тогда у вас все получится. Всем пока. Пока.